Всем привет, в данном видео мы прокачаем наш Mi Band 6. Увеличим энергоэффективность нашего браслета, откалибруем длину шага для точного определения проходимой дистанции, добавим функцию умного будильника, который позволяет будить нас на основании фазы сна, увеличим шрифт отображения сообщений, а также добавим функцию постоянного мониторинга кислорода в крови, что стандартное приложение Mi Fit нам не позволяет сделать, а также и другие прикольные фишки, которые нам позволяет добавить приложение Notify Fitness for Mi Band. Разберем пошагово как настроить приложение и данные функции. Поехали! Чтобы нам прокачать наш Mi Band 6, нам нужно будет подключить к приложению Notify Fitness for Mi Band. без подключения к Mi Fit. Находим и устанавливаем из плеймаркета приложение Notify Fitness for Mi Band. После установки даем все нужные разрешения и подключаемся к своему Mi Band 6. Выбираем строку Mi Fit не установлен и нажимаем на кнопку подключить ключ авторизации. Выбираем Mi Account и нажимаем получить ключ. Вводим логин и пароль своего Mi аккаунта. Нажимаем получить ключ. В строке ключ аунтификации должен появиться вот такая строка ключа. Нажимаем Next. Заполняем свой профиль. Даем все разрешения. Приложение подключено и Mi Fit нам уже не нужен. Его нужно будет удалить, чтобы наше приложение не конфликтовали. Так как многие функции в главном меню отсутствуют. И нет на браслете даже меню дополнительно. Где функции поиска смартфона, секундомера и другие. И заходим в настройки браслета. Отображать настройки главного меню. Добавляем нужный и удаляем ненужные пункты меню. Также настраиваем погоду. В местоположении ищем свой город. А также рекомендую выбрать источник данных Dark Sky. Для активации функции сделать фото, нажимаем по меню камера, чтобы данная функция стала активной. Давайте настроим измерение постоянного измерения кислорода в крови. К сожалению, данная функция работает только во время сна. Она намеренно программно заблокирована производителем. И не работает на протяжении всего дня. В настройках браслета заходим в кардиомонитор. Выбираем какой ходите интервал. Я выбираю каждые 5 минут. Выбираем только браслет. Активируем анализатор сна. Возвращаемся назад и заходим в мониторинг состояния здоровья. Активируем СПО2. И обязательно активируем отслеживание уровня стресса на протяжении всего дня. И отслеживание дыхания во сне. Все готово. Теперь твой Mi Band 6 с постоянным отслеживанием кислорода в крови во время сна. Но сразу же предупреждаю. Эта функция расходует много энергии. В таком режиме мой Mi Band прожил всего 9 дней. А без оптимизации батареи срок жизни батареи будет еще меньше. Для оптимизации батареи Mi Band'а заходим в настройки. Дополнительно. Ставим галочку быстрое соединение Bluetooth. И уменьшение энергопотребления браслета. С такой настройкой мой Mi Band 6 без активации замера кислорода в крови, стресса и измерения пульса через каждые 5 минут прожил 18 дней. Что очень хорошо. Так как с Mi Fit браслет жил не больше 13 дней. Также удобной фишкой есть отображение сообщений с верхним регистром. Такие сообщения легче читаются, чем обычные стандартные сообщения. Для активации данной функции заходим в приложение. Шестеренка. Активируем верхний регистр. Теперь сообщения отображаются в верхнем регистре и легче читаются. Если входящие сообщения не отображаются. Заходим в конверт. Приложение. Выбираем приложение, от которого мы хотим получать уведомления. И нажимаем показать текст уведомления. Также в приложении Notify Fitness доступен умный будильник. Который разбует тебя во время фазы быстрого сна. И менее чем за полчаса до сигнала будильника. Для этого нужно зайти в будильник. Добавить время и дни срабатывания будильника. И активировать функцию ранняя пташка. Минусом данного метода есть то, что включить и отключить будильник на самом браслете не будет возможным. Давайте теперь настроим точность по счету дистанции на нашем ми-бенде. Известно, что каждый человек ходит по разному. И длина шага у каждого разная. Ми-бенд не знает какое расстояние шага лично у тебя. В Notify Fitness есть возможность указать свою длину шага. Для более точного определения дистанции. Для этого заходим в статистику, нажимаем на шаги, шестеренка. И вот здесь указываем свою длину шага. Также заметил, что браслет начал быстрее определять режим ходьбы. Предлагаю активировать тренировку примерно через 200 метров ходьбы. Что очень круто. Чем когда был установлен у меня ми-фит. С установкой циферблатов проблем нет. Циферблаты можно найти в самом приложении. Или скачать файл бин циферблата и установить циферблат вручную. Если у тебя ми-бенд 5, у меня уже на канале есть подобное видео. По прокачке ми-бенд 5. Ссылка на данное видео выскочит сверху. Приложение Notify Fitness дает больше возможностей, чем обычное приложение ми-фит. Я уже пользуюсь данным приложением больше двух месяцев. И отказался от ми-фит полностью. Чего только стоит постоянное измерение кислорода в крови, умный будильник, повышенная энергоэффективность и калибровка шага и определение дистанции. Но в этом обзоре были лишь функции, которые позволяют добавить бесплатная версия Notify Fitness Formiband. В платной про версии функций больше. И если хочешь продолжения, и чтобы я сделал обзор на платную про версию, поддержи данное видео лайком. И напиши, интересно ли вам данная тема. Давайте если данное видео наберет хотя бы 500 лайков, и я увижу заинтересованность данной темой, я сделаю продолжение этого видео. Спасибо за просмотр, также смотри и другие мои видео. Например, как создать свой циферблат для ми-бенд 6. А также сравнение ми-бенд 6 с хонор бенд 6. А также и другие интересные видео. Впереди много чего интересного. До скорой встречи друзья. Пока.